Всем привет, доброе утро. У нас уже утро. Серёжка на работе, он собирает все эти. По Назару, шо по Назару. Боже, я так не выспалась, это просто капец. В 3 часа ночи у него уже температура 37,2 была, ну, начала подниматься потихонечку. Сейчас в 7 часа утра я дала жаропонижающую, уже 38,5. Вот. Посмотрим, как сегодня день пройдёт. Вот сейчас Вика встала, у неё пары скоро начинаются. Пара у Вики дистанционная. До 25-го числа. Кстати, многие, наверное, все университеты. Ну, может, я и не буду, ладно, говорить за все. Вот, но мне первый человек говорит, что до 25-го будут они на дистанционке. Может, сейчас к лучшему, наверное, не знаю. Поэтому Вика сейчас встала, себя приведёт в порядок. Ну, умоется, то-сё. Сделаем Назару тест сразу с утра. Я буду решать, что мы делать дальше. К врачу записывать. Ну, к врачу всё равно, в любом случае, надо записывать. Либо, может, я и в телефонном режиме с доктором свяжусь и скажу, чтобы не тащить его в ту поликлинику, в очередя и всё такое. В общем, пока не знаю. Буду всё в режиме звонка и думать, как делать. Ладно, вернусь к вам, когда тест будем делать. Вика с меня халат сняла, тёпленький. Так же сообщу в класс, естественно. Причём яркие появились буквально сразу. Очень быстро. То есть, ну, 200. А у нас в классе писали, что экспресс-тест – это, может быть, фигня. Много знакомых, мол, не это, не показывала. Но я сколько слышала, то если сразу, в течение, там, суток, трёх суток вообще, то показывается… Я называю, они действительно и всё такое, они, скорее всего, шутки. Ну, да. В общем, вот такие дела. Готовлю Назару завтрак. Попросил кушать. Это хорошо. Аппетит есть – это хорошо. Но аппетит есть, когда температуру сбиваешь. А так, конечно, не очень он у него есть. Так, сухой завтрак делаю ему. И поставила чайник. Сейчас это, малину ему ещё сделаю. В общем, у нас ситуация такая. Я сегодня полдня звонила. Полдня, до 12, наверное. Звонила, не могла дозвониться в поликлинику. Ну, короче, дозвонилась. Дали мне… Сказали, когда принимает наш семейный врач. Сказали, записи нет. На ближайшие дни я объяснила, что нам не нужна запись. Нам нужно знать, что нам делать в нашей ситуации. Так как экспресс-тест подтвердил позитивный, короче, на коронавирус. Вот. Она сказала с двух часов приём нашего семейного. Дала номер телефона кабинета. И сказала позвонить после двух. И врач в телефонном режиме нам всё расскажет. Даст назначение. Там, в общем, всё объяснит, какие дальнейшие действия. Надо нам сдавать ПЦР. Ну, в общем, всё расскажет. Так что вот так вот. Назар лежит всё время. Он как-то и не встаёт, и не ходит особо. Ну, кушает. И просит кушать. Уже второй раз ему понесла поесть. Я не знаю, говорила или нет. Класс наш весь отправили на самоизоляцию до 17-го числа. Родители, конечно, не на меня. Не на меня вообще. Родители очень недовольны. Многие недовольны, потому что понятно, что всем эта дистанционка уже надоела. Ну, а что пойдёт? Вот. Ну, а с другой стороны, я, конечно, перед всеми извинилась, потому что, в принципе, отправили из-за Назара всех. Ну, он же один вольный. Ну, я отправила тест. Она же не может. Она только на основе теста может всех. Поняла? Ну, на самоизоляцию. А вот в том-то и дело, что дети начали поголовно заболевать ещё с понедельника, с прошлого. Вот. Ну, просто никто же не делает эти тесты. Дитё поболело 2-3 дня. Ну, и всё. Как обычно это бывает, знаешь. И к врачу не обращаются. А учительница постоянно просит. Это наказ директора в накаже. Это, мол, ну, так дал такой приказ директор, что при любой, любых симптомах, просто простуды, заболевания, к врачу, всё через врача и при подтверждённом коронавирусе сообщать в школу и классы отправлять на изоляцию. И если бы хоть кто-то сделал из первых заболевших, то, может, до тех, которые сейчас слегли, не дошло бы, понимаете? Поэтому я поступила так и считаю, что правильно. Вот такие дела. Ладно, всё. Сейчас буду дозваниваться. Мы с Викой кушаем такую вкусняшку. Назару я тоже вкусняшку. Правда, не мороженое, но отнесла с молоком. Он попросил, ему прям нравится. Вот. И мы сейчас обедаем так вкусненько. А Симка у себя тоже ест. В общем, поговорила я с врачом. Какие-то у меня открытые вопросы стали, странности, если честно. Ну, она всё расспросила. Симптомы, там температура, какая, периодичность. В общем, всё-всё-всё. Какой тест мы сделали. Вот. Сказала, что если класс закрыли на основе экспресс-теста, тогда вам, говорит, ПЦР-тест делать не обязательно, в принципе. То есть, ну, это, если бы, нужно было бы для школы, чтобы, ну, школа, как это сказать, как доказательство, то, да, раз у вас на основе экспресс-теста, говорит, закрыли класс, то, говорит, тогда можно не это, ну, не подтверждать ещё раз очередной раз. В общем. Потом она спросила, привитый или нет. Я говорю, нет, не привитый. Потом сказала, спросила, что даём. Вот. Ну, в общем, всё, что она дала из рекомендаций на данный момент, это пить много воды. Ну, то, что я и так знала. Потом парацетамол, разжижающий аспирин там или что-то такое. И нурофен можно. Вот. И, в принципе, всё. Сказала, кроме вакцинации, ничего против коронавируса на данный момент не придумали. Поэтому вам назначить ничего. В общем, противовируса этого ещё нет лекарств. Странно, да? Мне было странно это слышать. Я знаю, какие-то назначают всё равно противовирусные. Вот. Ну, в принципе, она сказала так. Пока ничего не надо. Но мне нужно его осмотреть по-любому. Поэтому запишитесь ко мне на приём на послезавтра. Потому что завтра у неё день грудничков. И на послезавтра на приём. Мне нужно послушать лёгкие, посмотреть его. И дальше уже по результату осмотра я буду решать. Либо на анализы какие ещё отправлять, либо и чего дальше. И рекомендации тоже. Ну, короче, послезавтра я едем к врачу в поликлинику. А там его увидеть. Пока вот так. Но витамины, странно, что она даже витамины не назначила. Витамины я тоже знаю. Мне, ну, все говорят, что витамин С, Аевит назначают. Ну, много. Витамин Д назначают. Но я и думаю, что они не повредят. Поэтому я всё равно куплю и начну ему давать. Почистила Назару помелу. Ну, я не так почистила полностью от всех. Шкурок он только вот так в рот заглатывает. Вот эти штучки. Говорят, в помеле очень много витамина С. Вот, поэтому ест. Вот это ношу целый день Назару под нос. Отнесла, забрала тарелки. Отнесла, забрала. Сейчас сделала чай с малины, бутерброды и готовлю ужин. Тут у меня рис с овощами. И там у меня мясо вон там размораживалось. Сейчас будет мясо в кисло-сладком соусе. Назар такое заказал. А также помелу он съел много. Хорошо. Молодец. Вот, сейчас отнесу бутерброды. И на ужин уже покормлю рисом. И каждый час по стакану воды выпивают. Он теплый. У меня уже рис через 11 минут будет готовый. Потому что почти готов. Здесь у меня соус кисло-сладкий мясо. Вон тушится мясо, жарится, обжаривается. И я уже приготовила соус. Соус уже у меня есть на канале рецепт этого соуса. Поэтому я повторяться не буду. Единственный момент. У меня горчицы не было. И я добавила сюда вместо горчицы соус, который в составе имеет горчицу. Немножко, конечно, не то. Но я думаю, будет вкусно все равно. Поэтому оно вон и комочками немножко. Но ничего. Когда в мясо зальется, оно все будет уже однородно. Потом. Назара ужин. Как вы понимаете, мы с ним не контактируем. Стараемся. Ну, чтобы он не выходил. Он так в туалет только выходит. И все. А то у себя в комнате лежит. Неси. Мы это только занесли, вынесли. Но чаще я хожу к нему. Больше никто. Вот. А это наш ужин. Мы ужинаем раздельно. За огурцы спроси ему давать. Так. Вот такой вот рис с овощами. Мясо. У Серика тоже вкусный десерт. Сейчас, кстати, это прочитала у нас и в классе отправили. И этот... Ну, в группу в Вайбере. И Лена Богдан тоже мне прислала, что МОЗ, вот, Министерство охраны здоровья Украины, короче, укоротили срок изоляции. И сократили срок изоляции по коронавирусу. То есть, если раньше было две недели со дня заболевания или положительного теста. А сейчас пять дней. С даты появы симптомов, а по отриманию позитивного теста. Самоизоляцию можно завершивать через пять дней. Основная умова – отсутствие симптомов. То есть, если уже симптомов никаких нету, то уже через пять дней можешь контактировать. Вот так. Такие дела. Назара опять температуру я сбила. Сейчас нету. Вот. Додься, ты что у меня в теме? Ты наше солнышко? Вот. То сейчас пока температура 36,5. В общем, сбивается хорошо, в принципе, но ненадолго. Часа через 4-5 начинает опять подыматься, расти. Подымается тоже довольно-таки вот так, быстренько. Вот. Ну, и потом и сбивается хорошо. То есть, у него как бы так протекает. Мне кажется, это пока легкая форма. И начал подбухыкивать он, кстати. Я думала, он только при температуре, но нет. И говорит, нет, чувствую себя плохо. Все равно у него слабость. Это такой, он лежит целый день. При том, что Назара достаточно энергичный ребенок. Но как-то он сейчас не очень энергичный. Такой. Не хочется ему не вставать. Ничего. Ноутбук забрал на диван себе. И вот с ноутбуком лежит. Вот так вот. Так, надо еще в аптеку сходить. Витаминка вкупить. Витамин С. В принципе, все. Жаропонижающие есть. А, нет, другие надо. Да, аспиринчик, как ты там говорила. У нас спирин. Это же не жаропонижающие. У нас спирин, да. А, это разжижающие, да. Ну, надо какие-то жаропонижающие. Я думаю, что я какие-то порошки вот эти возьму. Они противовирусные идут. Типа из жаропроцитамола. Ну, с процитамолом. Чайки. Да. В общем, ладно. Такие у нас дела. Все остальные в норме. Слава Богу. Ху-ху-ху-ху. Вышли с Викой. Наконец-то в аптеку. И в магазин заскочил. Назарушка там заказал. Чего-то вкусненького ему хочется. Вот. У нас есть мороженое. Ну, я не знаю. Я ему не даю. Что-то мне кажется, что нельзя. Почему-то. Может, я не права. В общем, возьмем сейчас ему что-то сладкого. Посмотрим. Ну, и в аптеку зайдем. Витамины еще жаропонижающие. Возьмем кровер сжижающие. В общем, всякое разное. Вот. Я, кстати, сегодня заметила. Такой момент. Сегодня именно заметил. Что этот день-то уже хорошо длиннее. Уже в пять часов вечера светло еще. Да и так это приятно. Приближаемся к весне. Это так радует меня. Еще и на улице у нас сегодня погода такая. Днем дождь был. Полностью весь снег съел. Снега нет вообще. И этот... Сейчас посмотрим. Вот. Как будто весна уже. О, что-то темно. Слишком не видно ничего. Ну, в общем, поверьте мне. Все равно оно бы белело. А так нет. Так. Где-нигде. И такое. Минуса тоже нет. И прям как будто начало марта. Правда, Дэц? Да. Ощущения. Ты маску не забыла? Так. Вот мы купили. А где витамины? Вот это, да? Цинкоферол. Ага. Короче, это комплекс витаминов. Здесь самое основное. Витамин С, цинк и витамин Д. Вот это идет. Это давать сейчас ему надо будет. Во время еды с большим количеством воды. Вот. Дальше взяли по два пакетика колдрекс. Это, ну, чтобы от температуры комбинировать. И оно как бы тоже противовирусное. Правильно? Потом взяли ножку на ночь. Нам в аптеке посоветовали при коронавирусе, чтобы... Скажи, я скажу. Ну, он снимает спазм. Спазм снимает, да. И лучше действуют все лекарства. Ну, как бы вот так. Потом, это у нас что, ТЭВА? Это что-то на травах она говорила, да? Это нет. А ну, напомни. Я уже запуталась, что для чего. Ну, эргоферон... Это противовирусное. Тоже удивилась. В аптеке говорит, странно, что вам противовирусное ничего не назначено. Она вот эта дала противовирусное. Вот, эргоферон. А из КТВ она говорит, 75 миллиграмм не сильная, чтобы было. Она нам дала противовирусное, да? Получается, да. Ну, сейчас мы еще поперечитаем. Вот, и в принципе, все. Антибиотик предлагала какой-то именно при коронавирусе. Я сказала, не-не-не, антибиотик мы не будем вводить. У нас пока нет осложнений каких-либо. Там, ну, такого зачем? Не вижу пока смысла. Температура у него поднимается сейчас. Вот это же я утром сбила, а сейчас опять поднимается. То есть, я не помню, я днем сбивала или нет. Мне кажется, да. В общем, сейчас Вика посмотрит. Так, а где торбочка еще, что мы купили? Сумок, а где, дочь? Скоро, ты навешал купайся. Сейчас достану. Назар нам тут заказал сладость. Сладость более в горле. А, это для горла? Ну, мы такой не брали. Не брали, а что цена нам дала таки? Я тоже не поняла, что это, зачем. Показали. Так, этот, бездрожжевой хлеб взяли. Такие сухарики с чесночком. Это мне нравится. Это тоже профилактика инфекции. Я вспомнила, это она сказала при вот этом сейчас штампе, который этот, как он называется. Там надо способ применять. По-моему, одна таблетка один раз в день. Так, вот такие конфетки вкусненькие взяли. Два-три часа. А, два-три часа. Рассмактывать, нет? Все, тогда этот я вспомнила. Так, это взяли Назару такой активио. Активио йогурт. Бифо-йогурт. Полуницы. Бифида. Бифида, да. Потом этот, это Вика. Любительница таких штучек. Дальше взяли ему мандаринки. Еще дополнительно. Ну, и, конечно же, такие сладости, сырочки в шоколаде. Все. Так, чуть-чуть чисто это. Больного побаловать. Ну, лекарство основное затянуло у нас лекарство. Лекарство тоже сейчас дорого. И это, считайте, такое все поддерживающее. Ну, как бы, чего такого сильно. Ну, витамины дорого затянули, да? Да. Так, у Назара температура уже 37,1. Начинает подниматься. Ну, на ночь, в принципе. Ожидаемо пока еще. Все, таблетки начинаем. Это, в общем, лечение подключили. Еще медикаменты, витамины. В общем, все такое. В основном там... Она давала такое все, чтобы не сильно ядерное. Я так поняла. В общем, все. На этом все. Я сейчас хочу лечь, посмотреть свату в новый сезон. Никак до него не доберусь. И, в принципе, все. Уже 9 часов. И контроль над Назаром. Ночью встаем. Все, как обычно. Пока болеем. Назар, вернее, болеет. Но все, в принципе, стабильно. Более-менее. Не так страшно. Никаких пока... Тьфу-тьфу-тьфу осложнений. Я надеюсь, что еще денек-два и все будет хорошо у нас. Так что, да. Все. Всем 36,6. Не болейте. Обнимаю. Целую. Пока.